приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодня у нас обзор но не слаймов скоро майские праздники и у меня есть традиция нет ни в баню ходить на майские праздники я обычно выезжаю на природу в лес пожить много с палаткой в прошлом году это прошло успешно отчет об этом вы можете посмотреть на моем канале за прошлый год в прошлом году мой друг прапорщик чтобы я не умерла с голода подарил мне и он также подарил мне новый сухпаль тоже чтобы я не умерла с голода вася в поход со мной не пойдет возьму я продолжу обзор но кто там сомневался что ей нравится или не нравится и так вот такой индивидуальный рацион питания он отличается от прошлого немного все по-другому даже то что внутри тоже немного отличается вы можете посмотреть за прошлый год видео это и сравнить и так вот такой пакет с ручкой полиэтиленовый пакет на упаковке расписан состав что внутри в чем упаковано количество баночек а также калории хотя может это на одного человека рассчитана и масса его килограмм 700 давайте посмотрим что внутри открывается он снизу есть что легко пачка калорий а 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 вася понравится вот такой неприглядный ящичек без всяких надписи итак в черном ящике находится все очень красиво упаковано и так у нас есть власти не нравится запах пусть эксперт поработает можно мне итак у нас есть мясо с зеленым горошком и морковью мясо может быть вася нюхала мясо вы знаете в чем подвох в том что это консервы мясорастительные то есть мясо здесь скорее всего нет а ну соевая еще у нас есть армейские галеты они все белого цвета но их много еще одно основное блюдо это каша гречневая с говядиной хотя опять-таки написано консервы мясорастительные и там интересно есть там говядина или нет кстати масса 250 грамм в составе действительно есть говядина и гречневая крупа ни о какой сои нет причин почему написано что это мясо растительное может быть вы знаете что это значит есть традиционный сыр плавленый в прошлом суп пайке тоже был сыр плавленый вот консервы были другие а сыр наверное всегда присутствует повидло яблочное в прошлом суп пайке в прошлом году оно было очень вкусно честно говоря здесь оно больше похоже на желе на самом деле в мае когда я буду на природе я скорее всего сниму видео как я буду это пробовать если вы хотите это увидеть напишите об этом комментарии здесь есть три влажных салфетки освежающие гигиенические три штуки для кожи рук лица очень много сахара сахар белый сделаны свеклы но его очень много три пакетика почему каждый по 20 грамм для сладкоежек есть перец черный самый обычный естественный таганок со спиртом весь мир уже перешел на беспламенные разогреватели а у нас все еще таганок спички которые в воде могут гореть и ветер и не страшен есть два пакетика майского чая черного и пакетик кофе растворимый гранулированный соль тоже очень много пакет есть паштет мясной а вот здесь уже написано консервы мясные паштетные паштетные здесь не написано что это растительное паштет из говядины кстати следующее блюдо это рагу из овощей это консервы закусочные здесь у нас состав кабачки томаты перец сладкий морковь лук масло чеснок соль сахар зелень обещает быть вкусным это я уже хочу попробовать осталось немного здесь у нас средства для обеззараживания воды 2 таблеточки с инструкцией в этот раз положили в пакет таблеточки в прошлый раз не просто валялись в ящички вместе с инструкцией что очень приятно в прошлый раз были витаминки что-то я не вижу витамин следующий у нас батончик называется заряд чернослив фундук кешли вот такой батончик что-то я не наблюдаю шоколада которая была раньше обязательна так следующее у нас напиток малину тонизирующий вот такой в прошлом году было два напитка вот этот раз один тонизирующий так и последний у нас что-то здесь последний у нас говядина тушеная консервы мясные кусковые стерилизованные то есть это тушенка тушенка говяжья 250 грамм королевская что же осталось у нас в коробочке салфеточки три три салфеточки ложки пластмассовые тоже три штуки ярлык вкладыш о том что здесь есть и ложкой салфеточки салфеткой и даже срок годности на данные предметы вот так не только продукты питания иметь срок годности даже ложку иметь годности в данном случае и что очень интересно и в прошлый раз это не было здесь есть инструкция по использованию рациона питания вот такая это если вдруг вы не знаете как употребить данные консервы и еду о вас позаботиться в общем это все что было в коробочке что-то мне уже знакомо с прошлого года что-то для меня совершенно новое поэтому думал в мае я это попробую и поделюсь свои впечатления на этом мой обзор ИРП я заканчиваю надеюсь вам было интересно и полезно может быть после этого обзора вы примите решение покупать или нет себе такой ИРП на разные случаи жизни спасибо за то что посмотрели видео поставьте лайк подпишитесь на канал и обязательно напишите комментарий пробовали ли вы такой суппай ну и вообще что вы думаете о продуктах которые находятся в данной коробочке а на этом все пока пока пока